Благо есть, исповедуйтесь о Господе, и пейте имени Твоему Вышней, возвещайте за утро нас Твою и истину Твою на всякую ночь. Десятистронам салтили с песней в гостях, яко возвеселив наси Господи в творении Твоем, и в деле к руку Твоей возрасте. Добрый день! Я Любовь Акельна, рада всем телезрителям телеканала «Союз». 37-й псалом у нас сегодня, и псалом тоже очень интересный, очень глубокий, потому что и он покаянный. И здесь вот так вот открыто псаломопевец Давид кается в своих грехах, в своем грехе, который он совершил, и за что получил обличение пророка, и затем уже наказание от самого Господа. Но мы понимать должны, что Божье наказание – это не то, чтобы причинить какую-то боль нам, а некое вразумление, может, через это Господь хочет остановить нас от дальнейшего неправильного пути, по которому мы начинаем идти. И настолько он искренний, настолько он печальный, настолько он вот такой глубокий, что сострадаешь псаломопевцу Давиду, с одной стороны, с другой стороны, и внутренне у тебя все переворачивается, потому что каждый из нас тоже обладает какими-то немощами греховными, с которыми боремся, всю жизнь не можем победить, и они нам досаждают. И в то же время мы испытываем вот такие же мучения, как псаломопевец Давид, когда согрешил. «Господи, да не яростью Твоей обличишь и меня, не же гневом Твоим накажешь и меня». Но опять-таки, когда мы говорим и о ярости, и о гневе Божьем, то опять мы должны помнить, что Господь не хочет нам ничего сделать плохого, но Господь просто посылает нам вот такие испытания, как наше вразумление, как наше врачевание, это как врач, он тоже ведь применяет порой самые крайние методы, хирургические вмешательства, не для того, чтобы человеку сделать больно, а чтобы его спасти, чтобы его возвратить к нормальной жизни. Так и Господь посылает нам такие испытания для того, чтобы вернуть нас к вечной жизни. «Яко стрелы Твоя он зоши во мне, и утвидил еси на мне руку Твою». Ну, естественно, стрелы – это все испытания, вот эти вот внутренние переживания, вот эта внутренняя боль, а рука – это, конечно, наказание за грех. И, конечно, псаломопевец Давид никогда об этом не забывал, особенно воспомянул это тогда, когда переживал трудные минуты восстания сына, Весолом против него. И здесь же было серьезнейшее испытание у псаломопевца Давида, ведь не только сына за сыном последовали многие те, которые клялись в дружбе, а те, которые даже не разделяли мнение Весолома, боялись доброго что-то говорить о Давиде. Об этом мы тоже будем говорить, и дальше псаломопевец Давид об этом о всем говорит, и говорит очень глубоко, и говорит очень сердечно. «Несть исцеление в плоти моей от лица гнева Твоего, несть миров костях моих от лица греха моих». То есть псаломопевец Давид живет воспоминанием этого греха, и у него нет покоя, и болит его не только душа, но и болит его плоть, все его тело, оно от воспоминания этого греха также содрогается. И он говорит, что нет мира в костях моих. То есть он испытывает как внутреннюю, так и духовную боль за вот этот грех, и поэтому не может найти себе покоя. Он находится в таком вот состоянии, которое приводит его в печаль, в волнение. Он не может улыбаться, он не может жить как нормальный человек, который дружен со своей совестью. Он постоянно улыбается, он постоянно радостный. Его ничего не обременяет. А здесь вот псаломопевец делится о своем состоянии, он говорит, «Как мне тяжело, Господи, нет мира у меня, потому что я помню этот грех, и он, конечно, меня приводит в такую вот грусть и в такую печаль». «Яко беззаконие мое, превзедоши главу мою, якобремя тяжкое, отяготеша на мне». Ну вот опять псаломопевец Давид говорит о своих чувствах. Он говорит о том, что вот этот грех, он превзошел всякую границу. Он выше главы его. Он осознает, насколько велико он согрешил, и вот это вот бремя этого греха, оно на нем. У него постоянная мысль об этом. И поэтому он печалится, и вот так вот говорит Богу, что «Господи, я помню, я не забыл о грехе». Таким образом он приносит покаяние Богу, и он приносит покаяние открытое, причем такое. И дальше он усугубляет, он говорит, «Восмердеша и согнишь раны мое от лица безумия моего». То есть внутри, что такое «Восмердеша» всё разлагается, когда идёт запах. Вот он говорит, «Вот какой я грех совершил, Господи!» И «Восмердеша и согнишь раны мое от лица безумия моего». То есть насколько он осознаёт, какой же великий грех он сотворил. Грех и убийство, грех и любодеяние. Вот поэтому, когда пришло осознание всего этого, то псалмопевец Давид, конечно, не находил себе вместо. Он понимал, что то, что он получил такое вот наказание от Господа через собственного сына, это результат вот этого безумия. И пожаловаться даже Богу нельзя только принести покаяние вот такими глубочайшими словами. «Пострадах, если окохся до конца, весь день сетая хаждах». То есть он до смерти помнит об этом грехе, и каждый день он ходит, и ни на минуту мысли его не оставляет. Он постоянно думает об этом, постоянно кается Господу. «Яко лядвие мое наполнише поругание, и не исцеление в плоти моей». Лядвие – это чресла, естественно, он говорит уже о грехе любодеяния, о той страсти, которая возгорелась в нём, и за счёт которой он совершил именно этот грех. И святые отцы как бы обращают, что эта страсть лишает человека действительно покоя. Если человек согрешает блудной страстью, то тогда он лишён мирной, тихой жизни. Он внутри начинает разрываем быть вот этой страстью. Поэтому он говорит, «Яко лядвие мое наполнише поругание, и несть исцеление в плоти моей. Озлоблен бы их и смирихся до зла, рыках от воздыхания сердца моего». Ну, а здесь вот опять-таки озлоблено, ну, конечно же, вот озлоблено кого? Ну, на себя. На себя, да. Да, за счёт того, что совершил вот этот грех, и это беззаконие. И рыках о воздыхании сердца моего. То есть рыках – это значит рычать, но здесь не рычание, скорее всего, это крик, это рыдание псалмопевца Давида. То есть он был в таком состоянии, что находил в себе такие места, где он просто со слезами обращался к Богу и настолько сильно кричал, взывал к небу, вот, плакал перед Господом. И, конечно же, всё это было направлено на то, чтобы принести покаяние Богу и спросить прощения за тот грех, который он совершил. «Господи, пред Тобою все желания мои и воздыхания мои от Тебе не утаиться». Ну, вот здесь псалмопевец говорит об открытости его перед Господом. И ничего, нет никакой тайны перед Богом. Всё Господь и так знает. Но самое главное, он говорит, подчёркивает, что и воздыхание мое от Тебя не утаяться. То есть в моём покаянии Ты тоже видишь, и оно же не утайно от Тебя. И я прошу у Тебя прощения за вот этот грех. «Сердце моё сметеси, остави мя сила моя, и свет очи моё, и той не со мною». Вот, сердце, конечно, находится не в спокойном состоянии. Оно метётся от этого греха. Он не находит в себе места, потому что идёт внутренняя брань, идёт переживание. Вот, конечно, нет света очей моих, так что он уже и не видит этого света. Здесь можно говорить, что человек, который находится в таком состоянии лишённого мира, переживания, что он поссорился, можно сказать, за счёт греха с Богом. И, конечно же, ему хочется мира с Господом, и ему уже не мил этот свет, не то, что у него во слепые глаза, а он свет ему не мил, который есть белый. Почему? Потому что нет благодати во мне, нет радости, и ничто в этом мире, что прекрасное создано Богом, уже не радует его. «Друзи мои, искренние мои, прямо мне приближешься исташи, и ближние мои, далечи меня исташи, и нуждахуша, и ищущий душу мою, и ищущий злая мне глаголуху и суетная, и льстивным весь день поучахся». И вот уже он дальше говорит, что произошло за счёт греха. Вот здесь он говорит как раз о Вессаломе, говорит о том, что «друзи мои, искренние мои, прямо мне приближешься исташи». То есть все его оставили. Оставили, кто перешёл на сторону Вессалома, кто даже имеет к нему ещё доброе чувство, боится, что-то о нём говорит, избегает встреч с ним, чтобы не попасть под гневную руку Вессалома. А другие даже сочиняют какие-то басни, и льстивным весь день поучахуся. То есть говорят какие-то суетные глаголы, то есть неправильно что-то сочиняют против него. Настраивают, озлобляют. Но Псалома, певец Давид, он как дальше скажет, что «я не обращаю на это внимания». Он ни с кем не спорил, и другого ничто не доказывал, потому что он знал, что он должен понести всё это за ту неправду, которую он сотворил в своей жизни. «Аж же я как глух не слышах, я как нем не отвязаю у своих». То есть я это слышал, но старался и делал вид, что я это не слышу, и никогда не спорил с людьми, никогда не оправдывался. «И бы их я как человек не слыша, и не мы его с тех своих обличения». То есть никого он не обличал за это. Почему? Потому что невозможно порой оправдаться перед людьми, которые на тебя клевещут, которые говорят правду. Он всё равно не будет сомневаться и говорить, ну вот он оправдывается, значит, в нём это ещё что-то есть, значит, он чурит за собой грех. Он говорит, я как на тебя, Господи, уповах. Ты услышишь, Господи, Боже мой. Я никогда не оправдывался, но я всегда уповал на тебя, Господи. Потому что ты у меня услышишь, и услышишь, когда ты всё расставишь на свои места. А ты, конечно, рассеешь, якодым, вот эту вот неправду, которую сейчас сочиняют против меня. Якорех да никогда порадует миссия врази моей, и вникда подвижет сеногам моим на мя вели речи ваше. Вот. Ну здесь, конечно, он говорит, что Господь воздаст и отомстит всем тем, которые радуются о моей неправде, радуются о том, что было мною совершено. Потому что я, Господи, на тебя уповаю. И помните, мы всегда и раньше говорили в псалмах о том, что псалмопевец Давид всегда уповал на Господа. Он искал защиты только у Бога, потому что Господь видел и сердце его, и даже старался никому не причинять зла. Всё отпускал на волю Божию. И когда был убит, Ави Соломон просил военачальника своего, чтобы он не убивал его, но они не позволили это сделать, потому что сын однажды согрешивший может пойти против отца. Хотя это было против воли псалмопевца Давида. Он никогда не хотел отмщения, никогда не хотел никакого зла причинять, даже своим врагом. Яко ас на раны готов, и болезнь моя предо мной есть выну. Яко беззаконие мое ас возвещу, и попекусь о гресе моем. Врази же мои живут, и укрепишься пачи меня, и умножуешься ненавидящие меня без правды. То есть вот здесь вот псалмопевец Давид опять-таки говорит о готовности и нести болезнь свою, и не скрывает о своем беззаконии, и печется о грехе своем. То есть он приносит действительно достойное покаяние перед Господом, и желает, чтобы все было сглажено. Но врази же мои живут, и укрепишься пачи меня, и умножишься ненавидящие меня без правды. То есть напрасно возводят они всякое зло и всякое беззаконие на псалмопевца Давида, потому что по неправедному своему пути они воздвигают на него всякое поношение. И этого псалмопевец Давид никогда не делал. «Воздающий имя злая, возблагая оболгахумя, за не гоняк благостыню». Псалмопевец опять и здесь говорит, что он со всеми поступал по доброте своей и по правде своей, и никогда не творил беззаконие. «Не остави меня, Господи Божий мой, не отступя от меня, вонми в помощь мою, Господи, спасение моего». Но вот я бы сказал, что заканчивает псалмопевец Давид вот такой замечательной молитвой, такими замечательными словами. «Не остави меня, Господи Божий мой, не отступи от меня, вонми в помощь мою, Господи, спасение моего». Действительно, Господь дает спасение. И вот даже в грехе псалмопевец Давид очень искренне и чисто кается и никого не обвиняет. Вот дает ему Господь испытание, он понимает, что это испытание за его грехи. Но выйти самостоятельно человек не может из этого испытания. У него никогда не хватит сил. Даже если будет осознание, что есть неправда, он может погибнуть. Он может действительно настолько склонить свою голову, не видеть небо, а в печали пребывать, и ничто земное и физическое ему не поможет. Кто может помочь? Только Господь. Только вот такая искренняя молитва не просто осознание своей неправды, а именно общение с небом. И тогда только Господь укрепит человека, поможет, даст свою благодать, и она поможет ему выйти из этого состояния. Будучи ты наполнен какой-то страстью, или будучи ты наполнен какой-то неправдой человеческой, ты пребываешь, конечно, в печали, ты пребываешь в унынии, сердце твое не находит покоя. Человек теряет мира. Что такое потеря мира? Это тогда, когда благодать Божия уходит от человека, и ему уже становится даже нерадостной жизнью. Это вот, наверное, и путь тех людей, которые становятся самоубийцами. То есть они осознают какую-то неправедность и неправду, которую они совершили в своей жизни. И казалось бы, что нет выхода больше из этой ситуации. Почему? Потому что за всем этим нужно увидеть Бога, любящего тебя и прощающего тебя. И который, видя сердце твое, видя твое раскаяние, готов прийти тебе на помощь. Но опять-таки Господь сам не приходит. Его нужно просить, как мы всегда просим, просить и дастся вам. И вот псамопевец Давид, он и заканчивает эти слова. Мне еще раз хочется их повторить. Удивительные слова. Не остави меня, Господи Божий мой, не отступи от меня, вонми в помощь мою, Господи, спасение моего. Только он понимает, осознает, что Господь даст ему это спасение. Господь поможет ему, вонми в помощь мою. И при всем этом он понимает, что он хоть и не достоин, но он принес покаяние. И мы сами знаем, когда мы у родителей просим прощение, легко становится. Легко становится. Но они ведь всегда прощают нас. Прощают. И всегда приходят на помощь. А насколько Бог выше даже наших земных родителей. Если мать забудет чадо свое, то аз никогда не забуду, вас говорит Господь. Вот. Поэтому его забота и попечение о нас огромнейшая. Конечно, не сразу все происходит. Молитва – это не волшебная палочка. Понятно, да. Некоторые говорят, я помолился, ничего не получил. Конечно, мы сразу ничего не получим. Но вопрос-то в чем состоит? Вопрос состоит в том, что молитва – это процесс, это некое воспитание человека, когда он укрепится в своем намерении, в своей добродетельной жизни. И тогда все начинает изменяться в его жизни. Спасибо вам, батюшка, большое. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok